Привет, друзья! Сегодня у меня для вас такая тема, зачем принимать кальций на низкоуглеводном питании. Дело в том, что низкоуглеводное питание или кето-питание, если вы его придержитесь, это более строгая, скажем так, низкоуглеводка, она может вызывать окислительные процессы в организме, соответственно, менять pH в сторону окисления. Она повышает обмен веществ, обмен веществ – это всегда окислительная реакция, дыхание – это окислительная реакция, жиросжигание и всё вот это. Но наш организм тратит очень много сил, чтобы наш pH поддерживать на неизменном уровне. Он всегда должен быть в норме, и для этого оно просто гасит, скажем так, кислоту в организме с помощью кальция. Если его нет в доступе, если вы едите, я ем, если продуктов мало с содержанием кальция, или он у меня плохо усваивается, то он берёт его из зубов, из костей, из волос. Причём, в первую очередь, из костей. Это остаётся незамеченным. Развивается часто, незаметно, постепенно остеопороз. Это, кстати, нехватка кальция. Это же проблема далеко не только людей на нуб. Как раз на нуб люди часто следят за этим, принимают его. Особенно, если используют, допустим, мои протоколы питания, куда я дополнительно обязательно включаю продукты с кальцием, даю рекомендации по приёму дополнительных витаминов и БАДов, то, как правило, у людей с этим всё в норме. А вот у людей, которые не следят за этим, часто развивается постепенно у женщины остеопороз, нужно принимать кальций дополнительно. Часто выпадение волос – это уже последний признак того, что уже организм перешёл к тому, что берёт уже кальций из волос, то есть он уже его отовсюду взял, где можно, и остались у него последние запасы – это луковицы волос, которые там тоже держатся, скажем так, на кальции. И вот они посыпались, это уже всё прямо вот срочно надо восстанавливать кальций. Но, что я вам хочу сказать, нужно принимать кальций дополнительно, но он не усвоится при низком уровне витамина Д3. Поэтому обязательно, а он у нас низкий, хронически низкий на территории России, из-за того, что он вырабатывается под воздействием Солнца, у нас Солнца мало. А вот дней вот этих с нужным ультрафиолетовым излучением мало или нет вообще, там по полгода. Поэтому нужно проверить уровень витамина Д3, принимать его дополнительно, поднимать его до хороших цифр. Минимум – это 30 единиц. А вообще для худеющих – 50-60, советуйтесь с врачом. Но я замечала, что вот когда у меня Д3 50-60, я очень хорошо худею, сбрасываю вес и хорошо держу вес. То есть он не растёт у меня. Энергия, самочувствие – всё очень хорошее. Вот. Именно Д3 нам нужен, чтобы усваивать кальций. Но ещё одна поправочка. Ещё один третий важный нюанс. Д3 нужно принимать вместе с К2. Он направляет кальций именно туда, куда надо. В кости, в зубы, в волосы. Он быстро восстановит, во-первых, их уровень. И в дальнейшем будет поддерживать. Вот. Его там немного лишним он не будет. Его там ровно столько, чтобы всё усвоилось как надо. И усвоился у нас Д3 и К2. И вместе с ним хорошо усвоился кальций. Вот такая история. То есть принимаем витамин Д3 и К2. Есть витамин Тафье Биофарм. Именно в таком сочетании Д3 и К2. В разных дозировках 2000-5000 единиц. Зависит от того, сколько вам выпишет доктор. Посмотрев на ваш анализ. Анализ можно сдать в Ситилабе, в гемотесте. Везде не пожалейте денег. Он там от 1000 до 2000 стоит. Сдать обязательно. Называется он витамин Д в скобочках ОАЖ. И должен быть от 30 единиц в норме. Вот. Значит, Д3, К2 и кальций. Всё, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok